Сашенька, извините, потому что я уже мадам, и вообще не родите на шею. Правда? Хорошая. В гримёрке Александра Васильева ждали поклонницы. При этом загадка Куку Шанель многих интересовала куда меньше модных вердиктов современного модельера. А я хочу попасть на подиум к нему в Москву. Вот представьте себе, я когда увидела, какие там женщины ходят, если я ещё на шпильках могу красиво пройти, ну я сходила на прическу, не могу же я в худрых зайти к нему. Впрочем, приговоры в этот день стилист не выносил. Главная цель визита – раскрыть тайну великой женщины. Безусловно, великая, которая заложила начало огромной империи, которая процветает до сегодняшнего дня. Вот уже сто лет как процветает это, говорит о многом. А вот причина её успеха – всё это сюжет моего моноспектакля. Причины вовсе неоднозначны. Женственность для Александра во главе угла. А с лёгкой руки какого женщины нарядились в брюки, мужские пиджаки и обрезали волосы под каре. В узком корсете, который вы носите, вы не сможете выносить ваш плод. Адам в корсете отвечает. А о вашем платье вы даже не сможете забеременеть. Как истинный историк Александр по крупицам восстанавливал события. Ради этого специально ездил в Париж, Швейцарию, Лондон и Венецию. Всё для того, чтобы показать женщину-легенду без прикрас. Труд почти научный. В нём говорится и о большой роли русских в успешной истории бизнеса Шанель. Так, например, на французской фабрике Коко работали русские мигранты. Шанель позволила им сделать небольшую партию свитеров. Но когда она получила результат, она сказала, работаем вместе и дальше. Русский штоф для водки – прототип флаконов, которые по сей день наливают духи Шанель номер пять. Нитка белого жемчуга, символа классики и стиля, тоже родом из России. Для многих зрителей это стало настоящим открытием. В зале все, кто пришли на Васильева, и приверженцы модного дома Коко. Женщины говорят, специально на модный спектакль не одевались. Но, видимо, в нарядах сказались вековые стандарты Шанель. С работы, по-рабочему, ну, в общем-то, с удовольствием хотела бы сходить Васильева послушать живьём. Собственно, это моя обычная одежда. Не проигнорировали мероприятия и мужчины. Правда, их в зале было немного. Одни пришли с жёнами, другие – в силу профессии. Как одеваться правильно в моде, выглядеть солидно, выделяться среди людей. Он очень экстравагантен, я бы сказал. Мне это не очень нравится. Но главное не одежда, а то, как он себя преподает на сцене, я считаю. Информация, которую я слышу из УВУ, мне приятна. И она даёт мне больше возможности узнать о своей профессии. На спектакле Александр немало говорил о женских уловках. А в интервью с журналистом сказал, главное – это чистота и хороший запах. Благовещенкам Мандельер дал особые советы. Оживайтесь тепло. Хорошо. Не ходите с голым пупком на морозе, девушкам. Не носите прозрачных колботок на морозе, если вы хотите детей в будущем. Не кокетничайте на улице, это пустое. Знакомство на улице к хорошему не приводит. Александр Васильев привёз с собой историю «Шанель», а увёз из Благовещенской книги, всеисторически, купленной в антикварном магазине. Говорит, сказалась любовь к дорогим вещам и истории. Анастасия Носкова, Кирилл Захаров, Альфа Новости.